Зимнее кардио. Что можно делать зимой в плане кардио? На самом деле есть очень много разных активностей зимой. И первое, с чего стоит начать, это одежда. Правильная одежда зимой – это залог здоровья. Можно купить профессиональную зимнюю одежду, типа лыжного костюма или для зимнего бега. Но экипировка очень дорогая и не у всех есть средства для такой одежды. Поэтому будем одеваться из того, что есть дома. Есть такое понятие, как три слоя одежды. Первый слой – нательное белье, подштанники, а точнее термобелье. Сейчас это есть у всех, поэтому первый слой – это термуха. Далее – это хорошие носки. Я выбираю лыжные теплые носки, так как они хорошо дышат. Второй слой – это флисовая кофта, либо в данном случае, как у меня, толстовка. Спортивные штаны – самые обыкновенные спортивки из быстросохнущей ткани. И третий слой – это олимпийка из этого же костюма, демисезонная, из той же быстросохнущей ткани. Далее очень важно подобрать кроссовки. Зимой выбираю кроссовки для оффроуда, так как они не скользят и хорошо держат на снегу. И, конечно, перчатки. Я беру лыжные варюшки – это лучший вариант для бега. Под шапку лучше надеть балаклаву с длинной горловиной, чтобы ничего не задувало и можно было спокойно выполнять кардио на улице. Теперь о самом кардио. На самом деле разницы нет – бег или ходьба. Главное, чтобы кардио было не менее 40 минут без перерыва в пульсовой кардиозоне. Моя средняя зона аэробных нагрузок – 120-160 ударов. Это среднее число. Но я стараюсь держать в районе 120-130 ударов. В таком пульсе я не сильно потею и при этом держу хороший пульс. Вы можете рассчитать свой аэробный пульс самостоятельно с помощью конкулятора расчета пульса в гугле. Необходимо придерживаться этой пульсовой зоны в одном ритме на протяжении минимум 45 минут. А лучше выполнять кардио 1 час 20 минут в нижней кардиозоне, чтобы не сильно потеть и при этом запустить процесс жиросжигания. Таким образом, это лучший вариант выполнения кардио, если мы говорим про зимнее кардио. И после пробежки в холодную погоду, конечно же, лучше выпить теплый чай и прогреть ноги в тазу. Вот, в принципе, и вся информация. Как вы видите, все просто. Самое главное – начать постепенно. Если было полезно, ставь лайк и не забудь подписаться на канал. Всем до скорого. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok